Мой завтрак. Не знаю уже, какой по счёту. Наверное, седьмой. Каша, сыр, тевтельки, лосон. Здесь вот такой вот пункт питания. Каши, чего только нет. Здесь очень много всего. Там вот очередь сыры, сметаны. Отель очень большой, народу много, поэтому завтрак до 11 часов. Сейчас самый наплыв. Очень много детей, людей. В основном каждый день предпочитают, я смотрю, яйца, бекон, тевтельки, сыр, йогурты, зелень. Вот кашу, как я и еду, очень мало. Тут у детей в основном не пользуются. Я уже показывала оформление. Тарелочки на стене. В общем, все завтракают. Так, так как у нас номер для инвалидов, то всё здесь предусмотрено для людей с ограниченными возможностями. Вот душевая. Пожалуйста, опускается стульчик. И можно мыться. Помыли человеком. Здесь помочим. Тоже он может сесть спокойно, чтобы не упасть. И помыться. Всё продумано, всё чистенько. Так. Также в туалете. С унитазом. Два поручня опускаются. Очень всё удобно. Ну, здесь обычная ванна. Здесь вот увеличительное стекло. Вот эта кнопка вызова, если плохо станет. И вот ещё кнопка вызова, если станет плохо человеку. Свет внизу. Ну, что тут ещё такого? Ну, вот, пожалуйста, ещё один. Чтобы удобно полотенце было брать. Довольно-таки большая душевая кабина. В отличие от других. Дверь, хочу обратить внимание, открывается. В сторону ещё. Чтоб можно было провести коляску. Большой коридор. Поручины двери. Два глазка. Нижний для революционной коляски. И верхний. Есть запор. Вот сразу заходишь. Вот такой большой номер. Свет тоже вот здесь. Сейчас у нас номеря 23 градуса. Особое внимание хочу уделить кровати. Сейчас покажу кровать. Чем она замечательна. Вот у неё весь пульт. Вот он. И кнопочка. Можно поднять. Изголовье. И опустить. Ой. Я не знаю, как опускать теперь, Вадим. На какую кнопку померю. И опускаем. Вот какая умная кровать. Стоим на автобусной станции. Едем в регион. Здесь региональные автобусы. И хочу сказать так. Если день начался с дождя, Жди неудачи. Посмотрели в интернете расписание. Пошли к 12.15. Пришли в кассу, как обычно, Банковскую карточку. Хотим билеты. А он нам отвечает. Всё. Мы оплатили. А он нам не может распечатать билеты. И пишет. Нету. Принтер не может напечатать. В общем. Всё. А деньги наши улетели. Мы пошли на вокзал. Нашли, где купить билеты. Опять-таки думаем, 12.15. А он едет 12.40. Потому что 12.15. Это по будням. А 12.40. Суббота, воскресенье. Вот и пойми их, финнов. А в интернете просто написано 12.15. И, как говорится, Если утром дождь, Жди или удачи, или неудачи. А дождь был прям ливень. Вон дорожки мокрые. А сейчас небо стало голубое, парит. Но я стою в куртке. А мы выезжаем из Кельсинки в пригород, как я сказала, в другой отель. Номер сдали. В общем, вот такая у нас история. Не знаю. Теперь пробуем вернуть деньги, которые мы оплатили. Сумма небольшая, но всё равно обидно. Так что вот ждём нашего автобуса. Ещё до автобуса 20 минут. Забыла сказать, что билет действительно в течение 53 минут. А мы его купили раньше. И вот теперь думаем, хватит нам времени, чтобы доехать до отеля, так как наш билет будет до пол первого. А время в пути 45 минут с момента отъезда. Вот и думай. То ли нас высадят посреди поля, то ли мы всё-таки доедем. То есть надо билет брать почти перед самым отправлением, чтобы было в запасе время. Вот такая у них сидеть в автобусе. Народу мало, автобус очень красивый. Показывает скорость, время в пути и температуру в салоне. Всё, едем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok